Настоящий художник это не тот, кто вдохновлен. Это тот, кто вдохновляет других. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я буду рассказывать про самого дорогостоящего и эпатажного художника 20-го столетия. Хотя, наверное, не самого дорогостоящего, но самого эпатажного это уж точно. Сегодня мы с вами поговорим о невероятном и очень даже загадочном Сальваторе Дали. Многие восхищаются этим художником. Это самый яркий представитель сюрреализма. Но немногие знают о его биографии, как он вообще добился такого успеха. И я, конечно же, обожаю изучать биографии различных великих людей, которые добились успеха. Потому что однажды тоже хочу оказаться на их месте. Вот такая вот я корыстная. И поэтому, конечно же, сегодня этот выпуск, судя из названия, вы уже поняли, будет посвящен Сальвадору Дали. Я смотрела оригинальное интервью Сальвадора Дали. Тогда уже была видеокамера, слава богу. И в одном из интервью на вопрос, чем вы обязаны своей жене Гале, он ответил, всем. Я обязан ей всем. Но об этом чуть попозже. Это он уже старенький был. А сейчас мы поговорим о его детстве, о его молодости и вообще о том, как всё начиналось. Сальвадор Дали — это был испанский художник. Он был самым ярким представителем течения сюрреализма, но он его не создал. То есть он как бы просто рисовал в сюрреализме, но не создал. Сальвадор Дали родился в 1904 году в маленьком городке Фигара на востоке Испании. Отец был состоятельным нотариусом, достаточно строгим. Мама была набожной католичкой, и она в своём сыне не чаяла души. И вот почему. Дело в том, что перед рождением Сальвадора Дали у его родителей родился ещё один сын. Тоже Сальвадор Дали. Ну, они так назвали своего сына Сальвадор, да, а фамилия у них у всех была одна — Дали. Прожив 22 месяца, маленький Сальвадор Дали, первый их сын, умер. И, конечно же, родители не смогли, особенно мама не смогла пережить потерю своего сына. И поэтому через 9 месяцев они родили ещё одного, которого они также назвали Сальвадор Дали. И вот этот вот второй Сальвадор Дали — это уже наш Дали, наш всемирно известный художник. Но дело в том, что на маленького Дали потеря брата, она как бы произвела огромное впечатление, несмотря на то, что это было до его рождения. И вот почему. У родителей в спальне постоянно висел портрет над их кроватью того первого Дали, который родился. Представляете вообще? И Дали уже во взрослом возрасте рассказывал, что каждый раз, когда он бегал в спальню, когда он смотрел на портрет этого маленького Дали, его просто охватывал ужас, потому что это было стрёмно. А в возрасте трёх лет его вообще отвели на могилу к брату. Представляете, как это в трёхлетнем возрасте, когда ты уже можешь читать, например, я в три года уже могла читать, меня папа научил. Ты смотришь на могилу, и там написано твое имя и твоя фамилия. То есть, как бы, вы представляете вообще, какой это отпечаток на психике даёт? В возрасте 10 лет Сальватор Ли уже рисовал полноценные картины, и мама решила его отдать в художественную школу. Позже, собственно, его учитель Антонио Печот, по-моему, который в дальнейшем был директором его музея в Фигаро. Петра рассказывала, что Дали, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, он начинал носиться по классу и даже разбивался лбом об стену, и у него шла кровь, и просто чтобы привлечь к себе внимание. В дальнейшем Дали об этом говорил, что он себя так экспрессивно вёл, когда был 10-летним мальчиком, чтобы на него все, наконец-то, уже обратили внимание, потому что того, что у него было, ему было мало. Мама Дали умерла от рака, когда ему было 16 лет. И по словам Дали, для него это стало, конечно, той самой трагедией, которая послужила его развитию и дальше. Вот одна из его главных женщин в его жизни покинула этот мир. Примерно в это же время Дали поступает в школу в Мадриде, но отказывается сдавать экзамен, так как Дали был экспрессивный человек. И он просто говорит всем членам комиссии, что он знает намного больше, чем они, и что, в принципе, их мнение для него абсолютно ничего не значит. Захлопывает дверь и уходит. Также, как я думаю, этот период жизни не запечатлён, но я думаю, что последующие несколько лет он просто тусовался в Мадриде, пока не переехал в Париж. И вот тут вот начинается, наверное, самая интересная его часть путешествия. В 1926 году Сальватор Далим уезжает в Париж и становится участником движения сюрреалистов. Сейчас отступлюсь немного о сюрреализме. Сюрреализм — это техника рисования, где совмещается реальность и сон. И таким образом это получается такое что-то crazy, такое интересное. То есть ты, когда рисуешь в сюрреализме, ты не можешь просто сесть там, нарисовал картину и всё. Тебе надо проживать это самому, тебе надо мало спать, заходить в это состояние изменённого сознания психики. Тебе нужно жить этим, чтобы рисовать в сюрреализме. И в итоге твоя психика, она становится какой-то такой слегка, вот ты заходишь в такое состояние тульпы. Изменённое состояние психики или изменённое сознание. Конечно же, это не для всех, это для очень специфических людей. Когда-то я пыталась пробовать и всякие техники разные, пыталась имплементировать свою жизнь. Например, состояние осознанного сна и так далее. Спать как Дали, по 2 часа, потом 2 часа рисовать, потом 2 часа спать. Но поняла, что, наверное, всё-таки это не для меня, потому что я тяготею к здоровому, хорошему сну. Как Альберт Эйнштейн говорил, я сплю по 12 часов, мне надо, чтобы мой мозг полностью отдохнул. Вот так же у меня. Но у Дали было не так. Дальше мы поговорим о том, возможно, и не всё из того, что было сказано и написано про Дали, вообще являлось правдой. Потому что здесь очень важно понимать, что Сальвадор Дали, Сальвадор, мне почему-то постоянно хочется сказать Сальвадор. Сальвадор Дали, это был очень успешный, грамотно спланированный бренд. Пусть он даже сначала этого не понимал, и не им это было спланировано, возможно, им отчасти, но всё это продюсировала, курировала его жена Галла. И поэтому, что из его жизни правда, а что пиар, выдумка, нам остаётся только догадываться. Но я всё-таки считаю, что, чтобы рисовать такие картины, надо много отдыхать. И ты вроде как живёшь, сюрреалист, но в итоге ты всё равно приходишь к тому, что тебе надо бодреньким быть, свеженьким, чтобы говорить на камеры, фотографироваться, хорошо выглядеть, придумывать разные штуки и вообще не перегореть. Потому что, как мы знаем, чем более популярным становится человек, тем сложнее эту популярность удерживать и поддерживать. Это всё миф, что это со стороны кажется всё легко. На самом-то деле это, в первую очередь, психологически сложно всё это собрать воедино и держать это годами. Но да ладно, давайте продолжим о Сальваторе. Сальвадори. Примерно в это же время, когда Сальватор стал участником этого движения с сюрреализмом в Париже, он встречает Галлу. Галла была русской, как вы понимаете, но очень и очень, конечно же, шальная девица. Настоящее имя Галлы – Елена Ивановна. Она была на 11 лет старше Сальвадора и на то время уже имела ребёнка, мужа. И частенько она кратала вечера с разными художниками, абсолютно с разными. Была любовницей много известных художников и их музой. Очень часто даже в их тусовке говорили, что если какой-то сюрреалист нарисовал очень классную картину, наверняка с ним была Галла. Когда они познакомились, Сальватору было уже 25, а Галле было 36 лет. И когда мне было 20 лет, я читала дневники Сальваторе Дали, где он говорил, что до 25 лет он вообще был девственником. Единственная женщина, пока он не встретил супермодель уже в старости, это была Галла. Больше никого у него не было, он больше никого и не хотел. Также Сальваторе рассказывал, что он отдельно для неё, для её мальчиков, снимал дома, отели в гостиницах. И они вот все вместе резвились. А он на это на всё смотрел и рисовал картины. Но если бы это был какой-то другой человек или другая пара, мы бы сказали, «Боже мой, да это же аморально, как так?» Ну, может, я бы не сказала, но кто-то бы точно, наверное, сказал. Но так как это был Сальватор Дали и Галла, тут было понятно, что у них их жизнь, она вся велась к сюрреализму, к удовольствию, к чему-то такому необычному, неординарному. И поэтому понятно, что и жизнь, и картины, и всё это вместе, оно будет такое же, как и всё остальное. Когда они вместе заехали в одну из квартир в Париже, Дали начал рисовать, и Галла всячески его начала поддерживать и говорить ему о том, что он действительно гений. И в дальнейшем, в своём интервью, Дали сказал, что Галла убедила меня в том, что я гений, потому что я думал, что я всего лишь посредственность. Безусловно, когда есть близкий или вообще кто-либо, кто тебе говорит такие слова, что «Послушай, чувак, на самом-то деле ты непосредственность, ты на самом-то деле очень крут там, в том, что ты делаешь, и изо дня в день это тебе говорят, 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 конечно же, ты начинаешь уже верить в свою гениальность, неважно, что было до того». В этот же момент начался у них период нищеты, потому что, несмотря на то, что Дали становился всё более популярным, его картины никто не покупал. Как вы понимаете, тогда не было ни интернета, ни каких-то соцсетей, ничего такого. И, конечно же, тут можно было заработать только на выставке, на выставках, на картинах, на продажах картин. И очень часто говорят, что очевидцы, которые жили в Париже, наблюдали за тем, как Галла вместе с этими картинами в Охаку ходила по музеям и говорила, «Посмотрите, какие картины, какие картины». Все хвалили, но никто не покупал. Но его начали покупать, и не прошли этот этап, и, конечно же, Сальватор не мог как бы не отдать должное Галле, что они это сделали вместе. Начал подписывать картины Сальватор Галла. Кстати, еще такой момент, что Галла, ну, как я уже сказала ранее, она была уже достаточно известная в округах сюрреалистов. И, вы знаете, Галла даже лично для меня более спорный персонаж, чем Сальватор, потому что, с одной стороны, она была их, как бы, серым кардиналом их бизнеса. То есть, кто-то же придумывал все эти образы, да, продюсировал это все. С другой стороны, женщина, которая, у нее был ребенок, которого она бросила вместе с мужем ради Сальваторы и много других. То есть, для меня она, как бы, оставляет такие противоречивые чувства. я посмотрела интервью разных людей, которые о ней говорили, да. Кто-то говорил, что она не обладала высоким интеллектом, это было видно. С ней было очень неприятно находиться вообще в одном помещении. Я могу понять, да, кто-то говорил, что она властная такая женщина, кто-то даже говорил, что она любила бить людей, там, если они что-то не так делали, как-то не так слушались. В общем, для меня Галла, конечно же, это такой, ну, достаточно противоречивый персонаж, однако, если бы не она, возможно, никакого бы Дали мы бы не знали бы. Теперь переходим к моей самой любимой части биографии. Это рассвет карьеры Дали. Все-таки это было уже начало Второй мировой войны, и в Париж, где они жили, вторглись немцы. Это был 1939 год, и они приняли решение, что они уезжают в Нью-Йорк. Ну, как вы понимаете, много, что начинается из Америки, и, собственно, Сальвадор не стал исключением. До этого, до этого момента, да, пока он не уехал окончательно уже в Америку с Галлой, он был в Америке, как бы прощупывал почву, знал английский и так далее. Вот, поэтому я вам говорю, да, учите языки, это очень важно. Никогда не знаете, что вас ждет в будущем, поэтому надо. Итак, в 1939 году, когда Галла и Дали приехали в Нью-Йорк, они сразу организовали там выставку, чуть позже они организовали выставку в Калифорнии, и уже на тот момент они позвали самых ярких звезд Голливуда, потому что он уже был, это был его рассвет карьеры, да, он уже стал знаменитым, уже прошли года, а уже Сальватора знали именно в Америке, как европейского, такого эпатажного сюрреалиста, именно в те моменты он начал себя позиционировать, просто как сумасшедшего гения, начал выходить на прогулки в Нью-Йорке с муравьем гигантским, ну и конечно же он очень сильно заботился о том, что вообще о нем напишет пресса, постоянно вот очевидцы тоже говорили, я смотрю интервью, очевидцы говорили о том, что он написал, что бы мне написали, в общем, такое-то он очень любил внимание и так далее, и Галла была постоянно с ним. Как-то он приехал на выставку сюрреалистов в Лондоне, и неизвестно, чей это был маркетинговый ход, так сказать, он вышел прочитать лекцию о сюрреализме в скафандре. Кстати, Сальватор частенько рисовал Гитлера на своих картинах, так как все-таки Сальватор он как бы позиционировал себя как абсолютно аполитичный человек, то есть человек, который не интересуется, не имеет отношения к политике, и когда у него спросили, зачем вы Гитлера рисуете, он ответил, но я сюрреалист, вы же сами говорите, что сюрреализм он находится вне моральных обличий, я рисую Гитлера, потому что он мне снится, а в этот период пока в Европе полный капец, месиво и так далее, это был 1944 примерно так, у Дали конечно же был невероятный подъем карьеры, в 1905 году он рисует декорации к фильму Завороженный, карьера у него идет полным ходом, в 1946 году Уолт Дисней заказал Сальвадору Дали сюрреалистический мультик, к сожалению, этот мультик так и не вышел в прокат, но сам Дисней он был поражен вообще талантом и всем тем, что делал Дали и вот как-то они даже подружились на какое-то время на этой почве и представьте себе только в 1958 году Гала и Дали обвенчались Дали было 54 года а Галя соответственно 65 в 1968 году Дали снова влюбился в супермодель 26-летнюю Аманду Лир в то время Аманда встречалась с гитаристом из Rolling Stones я вот еще вам что не сказала про его картины самая популярная картина это постоянство памяти значит история была такая как-то раз Альвадор ел сыр камамбер и он так расплылся у него во рту что он побежал и нарисовал вот эти расплавленные часы кстати я его понимаю обожаю сыр камамбер Дали назвал себя сумасшедшим человеком которому случается быть нормальным в 1974 году Дали основал свой собственный музей кстати где был похоронен прям посредине хола он он завещал похоронить потому что он говорил что я хочу быть среди моих поклонников среди поклонников моего творчества и да в 1974 году он собственно основал этот музей в его родном городе Фигара на востоке Испании сюрреализм разрушителен но он разрушает только то что он считает оковами которые сковывают ваше видение ну конечно же не без этого когда Сальватор уже стал супер популярный его начались его начали подделывать причем жестко подделывать и конечно же это очень сильно отразилось вообще в принципе на его репутации потому что неизвестно было где настоящий Сальвадор рисовал а где нет заработки упали собственно то что интересовало Галлу ушло и поэтому Галла уже как-то перестала с ним даже жить Галла переехала в дом в Испании в Испании по-моему вот и жила там одна а Сальватор жил со своей возлюбленной супермоделью Амандой в 1982 году в возрасте 88 лет Галла умерла от старости у нее остановилось сердце и конечно же Сальвадор так как Галла это была его правая рука его помощница и вообще муза его в жизни 50 лет они прожили вместе Сальвадор приехал в дом где жила Галла и прожил там два года но в 1984 году в этом доме случился пожар и Сальвадор был в своей комнате он звал о помощи но никто из людей которые работали в этом доме не услышал его его тело обгорело на 20% он переехал в ну сначала конечно же в больницу а потом друзья его уговорили переехать жить в его музей в фигар и последние пять лет своей жизни он провел собственно в этом музее и как я уже сказала там он и был похоронен под ногами своих поклонников ну что друзья спасибо всем кто досмотрел до конца конечно же мне было очень приятно еще более будет приятно если вы поставите лайк подпишитесь на мой канал я постараюсь для вас снимать больше таких интересных видео я знаю что многим они нравятся спасибо что вы мне писали об этом мне еще в моем арсенале есть много всяких известных личностей конечно же которые меня очень сильно вдохновляют и которым наверное если бы они не взяли все в свои руки и однажды волевым решением не приняли для себя решения изменить свою жизнь возможно мы бы о них никогда бы не знали и никогда бы и не узнали но эти люди сделали то ради чего они жили потому что осознание того что у тебя одна жизнь и только ты ее можешь прожить так как тебе нужно именно это так как ты хочешь и никто никто за тебя этого не сделает я вам желаю чтобы у вас была именно такая яркая жизнь мне желаю больше подписчиков все спасибо всем и до новых встреч пока